Время новостей на телеканале Север в студии Алина Ваучейская. Здравствуйте! И вот о чем расскажем сегодня. Убийца признан невменяемым и освобожден от уголовной ответственности. В Архангельске состоялось судебное заседание по делу Дениса Поздеева, который зверски расправился с шестилетним мальчиком. Преступника направят на принудительное лечение. Проезда нет. Зимние автодороги на Усинске красные закрыты для всех видов транспорта. Ограничение на движение по временным трассам введено из-за продолжительной метели и образования снежных переметов. 114 самоизолированных, 182 пробы на коронавирус, 13 граждан снятых с наблюдения. Коронавируса в Ненецком округе не зарегистрировано. В нашем эфире актуальная информация по эпид-эпстановке в Заполярье. Знания в режиме онлайн. Студенты окружных СУЗов перешли на дистанционное обучение. Как готовиться к экзаменам и защите диплома учащиеся учреждения среднего профобразования? Об этом и не только. В ближайшие 20 минут. 24 марта в выездном судебном заседании в городе Архангельске в психиатрической больнице в закрытом режиме суд Ненецкого округа под председательством судьи Карманова рассмотрел материалы уголовного дела в отношении гражданина Поздеева, убившего 6-летнего мальчика в детском дошкольном учреждении Нарьинмара. Об этом сообщает пресс-служба суда Ненецкого округа. В ходе судебного заседания судом были исследованы представленные следственными органами материалы. Суд признал совершение Поздеевым деяния, предусмотренного пунктом В, части 2, статьи 105 Уголовного кодекса убийства малолетнего. 31 октября 2019 года днем в группе детского сада «Сказка» он напал на 6-летнего ребенка, нанес ножом несколько резаных ранений, отчего мальчик скончался на месте. Согласно заключению, стационарный комплексно-психолого-психиатрической судебной экспертизы Поздеев в момент инкриминируемых ему деяний не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Эксперты считают, что он нуждается в направлении на принудительное лечение в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа. Исследовав данное заключение специалистов, суд признал его обоснованным. Постановлением суда Ненецкого округа Поздеев освобожден от уголовной ответственности и к нему применены принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в психиатрическом стационаре специализированного типа. Постановление суда в течение 10 суток может быть обжаловано в законном порядке. Зимние автодороги Нарьинмар-Усинский и Нарьинмар-Красная сегодня закрыты для всех видов транспорта. Ограничение на движение по временным трассам обусловлено последствиями продолжительной метели, в частности образованием снежных переметов. По данным дежурной диспетчерских служб, в настоящее время на автодорогах ведутся работы по приведению их в нормативное состояние. На зимнике Нарьинмар-Усинск работают 14 единиц техники. На автодороге Нарьинмар-Красная – 3. Они устраняют последствия неблагоприятных погодных условий, ведут работы по разбивке, разглаживанию и проливке снежных переметенных участков трасс. В настоящее время температура воздуха в тундре составляет минус 5 градусов, ветер от 9 до 12 метров в секунду. Подробную информацию о состоянии зимника Нарьинмар-Усинск в оперативном режиме можно узнать по телефону диспетчерской службы компании «Строй-Универсал», которую вы видите сейчас на своих экранах. О работе временной дороги Нарьинмар-Красная можно получить информацию по круглосуточному телефону подрядчика предприятия Нарьинмар-Доримстрой. Он на ваших экранах. В окружной столице и поселке Искателей проверили готовность системы оповещения населения. Ее цель – подготовка к предстоящему периоду прохождения весеннего половодия и пожароопасному периоду. Сигнал сирен и объявление «Внимание всем!» прозвучали в Нарьинмаре и поселке Искателей в 14 часов. Как сообщили в Управлении гражданской защиты и обеспечения пожарной безопасности Ненецкого округа, комплексная техническая проверка готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения уже прошла в Приморско-Куйском, Пустозерском и Великовисочном сельсоветах. Оставшиеся муниципальные образования проведут проверку систем до 25 марта. В Управлении также напомнили, услышав на учебный звуковой сигнал, сирен или сигнал «Внимание всем!» населению по возможности необходимо включить телеканал «Север» и радиоприемники или приготовиться к прослушиванию уличных громкоговорителей. После того, как будет озвучена информация о сложившейся обстановке, необходимо действовать в соответствии с полученными рекомендациями. В региональном парламенте состоялось заседание комитета, на котором депутаты рассмотрели три вопроса повестки предстоящей сессии, в их числе поправки в региональные законы об окружном бюджете и об образовании. Первый вопрос повестки дня о дополнительных мерах поддержки студентов-целевиков. Как пояснил руководитель аппарата администрации Нинецкого округа Андрей Блащинский, в настоящее время за счет средств окружного бюджета ряд мер поддержки предоставляется студентам, которые обучаются по очной форме в ВУЗе и заключили договор о целевом обучении с государственными организациями округа, осуществляющими деятельность в сфере образования, культуры, спорта и туризма. Речь идет о ежемесячных компенсационных денежных выплатах отличникам и хорошистам, а также компенсации расходов на дорогу. Настоящим законопроектом предлагается распространить предоставление указанных мер поддержки на всех студентов, заключивших договор о целевом обучении с организациями Нинецкого округа, независимо от сферы деятельности государственных органов исполнительной власти. При обсуждении изменений в окружной бюджет с учетом нынешней экономической ситуации депутаты рекомендовали профильному департаменту провести анализ расходных обязательств округа, в том числе актуальность строительства отдельных объектов. Еще одна рекомендация связана с усилением работы по обеспечению максимального процента софинансирования реализации нацпроектов на территории округа из федерального бюджета. Прямую трансляцию 24-й сессии собрания депутатов Нинецкого округа 28-го созыва можно посмотреть на официальном сайте окружного парламента и на телеканале «Север» в четверг 26 марта в 10 часов утра. И теперь актуальная информация об эпидемической обстановке в Нинецком округе. На сегодняшний день в регионе нет заболевших коронавирусной инфекцией. По информации окружного управления Роспотребнадзора, на самоизоляции находится 114 человек. 13 жителей Нинецкого округа сняты с наблюдения после изоляции и проведения повторных исследований на наличие коронавируса. На отчетную дату проведено 182 исследования на коронавирусную инфекцию. За последние сутки проведено 12 исследований. Исследования проводятся в ежедневном режиме на базе Центра гигиены и эпидемиологии в Нинецком округе. Управление Роспотребнадзора настоятельно рекомендует в целях собственной безопасности не выезжать до границы Российской Федерации, а также максимально сократить передвижение внутри страны, соблюдать правила самоизоляции и соблюдать меры личной профилактики. В России тем временем запустили проект «Мы вместе» для желающих помочь другим в период эпидемии коронавируса. На сайте «Мы вместе 2020.рф» каждый может предложить свою помощь, стать волонтером и узнать полезные новости. Проект «Совместная идея ОНФ» Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» и Ассоциации волонтерских центров. В разделе «Предложить помощь» организации могут разместить информацию о ресурсах, которыми они готовы поделиться – продуктах, средствах или услугах. К добровольческому сообществу любой желающий может присоединиться с помощью кнопки «Стать волонтером». Накануне Россия ограничила авиасообщение со всеми странами из-за коронавируса. В частности, приостановлены все полеты в иностранные государства за исключением рейсов из Москвы в столицы или крупные города. В списке рейсов-исключений, опубликованном Росавиации, значатся полеты в 146 стран. Под исключение также попадут чартерные рейсы при условии перевозки иностранцев за рубеж и россиян на родину до полного их вывоза. Информация о жителях Заполярья, пересекающих российскую границу, ежедневно поступает в управление Роспотребнадзора по Ненинскому округу. По приезду в округ они должны в течение 14 дней находиться на самоизоляции. Вместе с тем, многие горожане, чей отпуск в теплых странах сорвался, меняют путевки на курорты России. Те, которые приобрели путевки на март и на апрель – это время официального карантина во многих странах. Тут, конечно, уже по ним ситуация понятна. Таких у нас клиентов несколько десятков. И с ними у нас сейчас проводится работа по либо возврату денежных средств, либо перебронированию их поездок на территории Российской Федерации. Добавлю, в связи с профилактическими мерами по недопущению распространения коронавирусной инфекции, гражданам не рекомендуется выезжать за пределы Ненинского округа. Знания в режиме онлайн. Средние специальные учебные заведения Заполярья перешли на дистанционное обучение в связи с повышенным порогом заболеваемости ОРВИ. Для студентов созданы все необходимые условия, такие как онлайн-платформы и электронные библиотеки. Александра Литкова расскажет подробнее. Аудитории всех учебных заведений округа опустили. Теперь преподаватели и студенты встречаются только на просторах интернета. Для преподавателей, конечно, это вот такой толчок к новым формам работы. То есть преподавателю нужно было пересмотреть, актуализировать материал, подумать, какие новые формы контроля он может использовать, кроме традиционных. То есть это, например, такие как и онлайн-тесты, и видеоуроки, видеоконференции. Наши преподаватели тоже разрабатывают, уже используют. Значит, это, конечно, большой плюс, это толчок для того, чтобы развивать свою информационную грамотность. То, что сейчас вот так в современном мире очень востребовано. Для обучения используются различные современные образовательные платформы и хранилища. Например, Яндекс.Облако. Ну, помимо облака Яндекс, мы используем систему онлайн-тестирования, онлайн-тестпад.ком и другие платформы, такие как Интуит, Юрайт, Академия Медиа. То есть в основном это уже готовые системы, готовые решения, которые мы адаптировали для работы в колледже. Особое внимание преподаватели уделяют выпускникам. Дарья Сейко в этом году заканчивает социально-гуманитарный колледж. Впереди у студентки госэкзамены, а также дипломная работа. Плюс есть в том, что можно посидеть, подумать в своей обстановке в домашней, что нарисовать, как композицию, как расположить на листе, какую-то идею. Но минусы в том, что надо быстро-быстро за день все делать и издавать. А так можно посоветоваться с педагогом вживую, объяснить что-то, подскажет, подрисует еще что-то. А так я отдана сама себе и готовимся мы к экзамену, госэкзаменам. Кстати, на дистанционное обучение перейдут и школьники после окончания каникул. На страничке «Домашние задания» будут получать ссылки, будут получать домашние задания, куда ребята могут выходить через ссылки. Сейчас очень много, потому что возможности предоставляют нам различные компании, где могут наши ребята получать те или иные знания, открывать дистанционно те или иные уроки, которые рекомендованы в рамках прохождения учебного материала. И, соответственно, не просто просмотреть, но также выполнить задание и отправить обратно это задание, выполненное уже непосредственно самому классному руководителю. Что касается досрочной сдачи государственной итоговой аттестации, то она перенесена на основной период в июне. Изменения коснулись и сдачи всероссийских проверочных работ. Сроки продлены до 25 мая. Напомню, дистанционное обучение продлится в школах округа с 30 марта по 12 апреля. Александра Литкова, Владислав Ткачев, Телеканал «Север». А вот школьники с 24 марта ушли на плановые весенние каникулы. В соответствии с календарным учебным графиком они продлятся до 29 марта. И, как сообщили в профильном департаменте, в это время будет решаться вопрос о последующей организации образовательного процесса в школах округа. Вместе с тем в образовательных учреждениях проводятся мероприятия по дезинфекции помещений. Обработке подвергаются стены, двери, мебель и компьютеры. Мероприятия по дезинфекции проводятся по распоряжению департамента образования Ненинского округа и проходят во всех подведомственных учреждениях. В части образования у нас организованы дополнительно закупленные средства от дезинфекции. Проводится уборка влажная в образовательных учреждениях. Также это касаемо и спортивных учреждений. К примеру, в школе труд у нас есть и свой дезарх, который мы очищаем помещения, где находятся сотрудники. В молодежном центре тоже все отработано. И в учреждениях культуры у нас закуплены дополнительные средства. Дезинфекция ведется не только в городских учреждениях, но и на селе. Так, например, в школе села Великовисочное производится дезинфекция всех помещений. Это и здание школы со столовой, а также пришкольного интерната. В период карантина и начало школьных канюкл в здании школы, интерната, производится санобработка, дезинфекция всех помещений, поверхностей при помощи средств дезинфицирующих. Сегодня мы занимаемся уборкой территории школы, то есть идет помыска окон. И также идет уборка в интернате, уборка буфета интерната и помещения интерната. Обеспечены в полной мере все из достатки, есть как средства, так и средства индивидуальной защиты, маски, перчатки, так как работают с хлоросодержащими препаратами. На сегодняшний день учреждения под ведомственные департаменты образования, культуры и спорта обеспечены всеми необходимыми для дезинфекции средствами в полтора раза больше, чем обычно. Это связано с тем, что уборка производится не только раз в день, несмотря на то, что у школьников каникулы. Также в ближайшее время ожидается дополнительное поступление защитных масок. Сегодня по всей России отмечается День борьбы с туберкулезом. Дата учреждена Всемирной организацией здравоохранения. Эпидемиологическая ситуация по туберкулезу в Ненецком округе отмечается как стабильная. Туберкулез – хроническая бактериальная инфекция, характеризующаяся развитием клеточно-опосредованной гиперчувствительности и формированием гранулем в пораженных тканях. Болезнь, как правило, локализуется в органах дыхания, однако в процесс могут вовлекаться и другие органы. В Ненецком округе в последние годы специалисты отметили стабилизацию эпидемической ситуации по туберкулезу. По состоянию на 2019 год общая заболеваемость туберкулезом составила 4,6 на 100 тысяч населения. Что касается детей до 14 лет, то за период с 2016 по 2019 год данное заболевание не было выявлено. Однако в 2018 году был зарегистрирован случай туберкулеза у одного подростка, который был в течение года успешно пролечен. Охват профосмотрами на туберкулез за 2019 год составил 75,2% от всего населения. Неожиданный подарок получил Ненецкий краеведческий музей к юбилею города. Посылка к хранителям истории пришла накануне из Санкт-Петербурга. О том, что в ней было и кто отправил творческий сюрприз, узнала наша съемочная группа «Слово Любови Пермяковой». Значит, здесь несколько серий работ. Значит, здесь графические работы. Это как раз тот период 60-е годы, когда он проживал у нас в округе. Главный хранитель фондов Ненецкого краеведческого музея Светлана Попова показывает нам подарок, который сотрудники получили в честь дня рождения Наринмара. Кроме графики, в посылке аккуратно сложены написанные маслом картины. Всего 30 работ. На них изображены оленеводы, тундра, встречаются и автопортреты. Этот сюрприз всем жителям округа отправил член Союза художников России Олег Токмаков. И не случайно. Ведь, по словам самого автора, в Красном городе прошла его творческая зрелость. Почему люди дарят подарки? Наверное, благодарность за то, что они что-то когда-то получили. Наверное, таким образом это. Я получил действительно творческую зрелость в этом городе, когда сумел, проявив свою инициативу, в то же время получив возможность со стороны администрации города реализовать свои творческие возможности. В первую очередь, это организация художественной студии, которая была в Доме культуры. Олег Токмаков родился в Ленинграде в 1940 году. В блокаду жил в осажденном городе. В 1962-м, закончив с отличием, инженерно-строительный институт был направлен в Наринмарк, где проработал до 1965 года. Самые значимые объекты, построенные по проектам Олега Ивановича, Дом культуры и обелиск Победы, который стал одним из символов Красного города. Видите, это 60-е годы. Если посмотреть архитектурные памятники того времени, то они по стилю близки. Была идея Победного знамени. И фрагмент этого знамени вырос в форму уже архитектурного изображения. Работа в Наринмаре – это ранний художественный период творчества Олега Ивановича. Любимыми темами тогда были пейзажи города и портреты местных жителей. Лучшие работы того времени вновь вернулись в Наринмар. Они пополнят коллекцию Ненецкого краеведческого музея. С точки зрения коллекции это очень-очень значимый вклад. То есть таких даров у нас не так много. Если вы помните, за всю историю музея было несколько таких значимых, наверное, вкладов. Это дар Адыры Бачук и Владимира Мельниченко в 50-е годы, когда они подарили свои работы округу. Ну вот на моей памяти вот такое значительное поступление, такой значительный дар это как раз от Олега Ивановича Токмакова. Все эти картины экспонировались в музее Арктики и Антарктики в Санкт-Петербурге в 2019 году. Когда жители нашего региона смогут увидеть их, пока сотрудники музея держат в тайне. Ведь впереди их ждет большая, но приятная работа – описание картин и внесение их в каталог Музейного фонда России. На этом у меня все. Далее смотрите прогноз погоды. Я же с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до встречи в эфире.